Мы поговорим о следующих упражнениях. Это дейгашишима. Это дейгашишима. Да, мы будем, значит, еще несколько техник, которые будем проходить на первой ступени и затем перейдем к выполнению других не менее важных упражнений. Потом будем проходить упражнения, имитирующие движения гусеницы. Затем будем изучать упражнения «малое небесное». «малое небесное круг» и «бестовое небесное ци». Затем будем изучать упражнения «встряска». Сейчас мы будем изучать теорию пустоты. Пустоты. «Кон形» То есть есть несколько типов людей, это контролирующий тип, который управляет, и контролируемый, то есть управляемый. У контролирующего типов людей очень сильно развито мышление, сознание. Например, что касается лечения заболеваний, то результаты очень хорошие. А например, управляемые люди, то есть ими, соответственно, легко управлять, то есть куда ни ткни, то есть если я его, допустим, нажму куда-нибудь, он туда и подастся. То есть управляемый тип людей, он не может сам заниматься цикун. То есть он управляемый тип людей, ему не очень важно теория, не важно философия, лишь бы делать какие-то вот такие движения и слушать. музыку. То есть он следует движениям ци, энергии. То есть он следует движениям ци, энергии. Ну, этот способ хорошо? Он имеет определенный функциональный эффект, и он тоже может помочь ему. Но как относиться к этому явлению? Хорошо это или плохо? Ну, вот такие вот люди, то есть они могут в том числе развить свои способности. Но также существует еще и третий тип, это вообще неконтролируемый тип людей, то есть им практикой заниматься не стоит. Наши принципы, наши практики состоят, чтобы все проходило гладко, мягко и безопасно. Например, вот то, что я говорю, вы должны соблюдать. То есть если ноги на ширине плеч, то ноги на ширине плеч ставьте, пожалуйста. Вот что касается неконтролируемых людей, то им не стоит практиковать динамические практики. Второе. Если вы в лечении, если вы понимаете, что это не стоит, то вы должны соблюдать. То есть если вы относитесь к неконтролируемому типу людей, то, например, когда вы делаете упражнение «рука, и меч в стойке, в стоянии столбом», то вы, если вам не хватает сил, говорите с помощью своего сознания, что «я не движим, я не двигаюсь». То есть нужно помнить об одном таком важном принципе, как сила вашего сознания, сила мышления. То есть когда вы чувствуете, что вы, например, не можете выполнять какое-то упражнение, то есть вы себя как это программируете, дальше говорите, что «я продолжаю заниматься», то есть если вы теряете контроль над собой в данный момент. Ну вот, например, То есть неконтролируемый тип людей, то есть должен постоянно укреплять и развивать силу своего сознания для того, чтобы продолжать заниматься. То есть вот, например, если вы занимаетесь статическими упражнениями, да, вы стали в стойку, то когда вас начинает там вести, трясти, и вы уже, то есть это не просто, как бы, скажем, явление и феномен вашей практики, А когда вы сами начинаете, то есть двигаться, как хотите, это уже не упражнение. Учитель говорит, что здесь присутствуют будущие инструкторы первой ступени, то есть вы должны овладеть своим сознанием, главным инструментом нашей практики, для того, чтобы учить других людей. То есть, как… То есть, например, когда вы сам учитель, и вы двигаете постоянно то руками, то ногами, то какой же вы учитель, то есть как вы сможете управлять другими людьми во время практики. То есть, не нужно, как бы, практиковать постоянно, укреплять силу своего сознания. Мышление для того, чтобы овладеть практикой, чтобы учить успешно других людей, ваших учеников. Тогда, то есть, все получится. Следующая теория – это теория способностей. И, например, вы знакомы с такими людьми, которые могут видеть третьим глазом, либо видеть будущее, и вы завидуете волей-неволей? В этом футбе – это теории. Вahu акулеве – это теория. То есть, у нас есть часть внутренних chol가, а что еще есть открытая Техника, И в России, а вот это теория – эти три героини. В России, они военные. Там – это директор, это действительно пространство, укрепляет об�리 ioэм, и в России, при этом же время, по которому быть. В России акулевым – приземл�. То есть, в России, в Руссии. Да, и в России. Учитель говорит, что в России проходил какой-то матч, соревнования по таким способностям, экстрасенсорным способностям. Некоторые люди осведомлены. Что касается правительства России, то оно очень следит за такими людьми, которые имеют паранормальные способности. И вот в этом экстрасенсорном поведенке выиграл один человек, и правительство ему выделило какой-то город. Брандт денежный. Но неужели только люди с врожденными способностями такого типа могут иметь такие способности? Но это для каждого человека естьый свой 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 свой. У каждого человека есть скрытые потенциальные возможности. Нужно учитывать то, что каждый человек индивидуален, ваши способности, ваши силы у всех разные. Мы в нашей практике это называем специфические способности. Но занимаясь нашей практикой, какие же есть методы развития? 首先,他打破了,只有特異功能, 人才有这个说服,实际上说服. 就是打破了,他的意义就是打破了, 只有特異功能,人才有特異功能的, но некоторые люди появляются скептиками, и считают, что только люди с врожденными способностями, экстрасенсорными, могут владеть ими. на нашем примере мы докажем, что, например, с помощью методов диагностики и лечения, вы сможете лечить себя и лечить других людей. Также вы сможете увидеть ауру. 大家都看到, что耶稣,老子, 释迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦述 не только老子,释迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦迦 Но всем следует развивать эти способности, эта способность называется видение ауры или света. Не нужно сомневаться, есть у меня эта способность или нету, то есть я вам ее даю и вы ее получаете. То есть не нужно много думать об этом, о том какими возможностями вы обладаете, то есть учитель дает вам техники, шлет информацию, то есть вы ее получаете. То есть расслабьтесь и расслабьте ваш ум, ваше сознание, раскройтесь сами себе и новым знаниям, не нужно прятаться как джинн в маленькую бутылку. Если вы расслабитесь, откроете свое сердце, то тогда я смогу вам передать свои способности, свою силу и тогда вы сможете наиболее эффективно вместе в группе практиковать. Ну как бы вы не думаете, что здесь работает такой принцип, что, например, все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все-все. У каждого человека есть свои скрытые потенциальные возможности и склонности к ним. То есть один человек, например, может видеть внутренние органы, видеть сквозь стены, лечить. А другие, например, могут не видеть третьим глазом, а просто предсказывать будущее. То есть какая будет, например, завтра погода, кто выиграет в матче, не нужно разочаровываться в самом себе. А также, например, вот еще есть такие люди, которые могут читать мысли, то есть о чем вы подумаете, он уже знает. То есть у каждого разные потенциальные возможности скрытые, то есть их нужно развивать, не нужно смотреть на других людей. То есть развивайте свои сильные стороны, и они обязательно проявятся даже так, как вы и не можете ожидать. То есть это вам обеспечит более, скажем, качественный уровень жизни и новое понимание себя. Некоторые люди лечат заболевания очень хорошо. Это тоже такая способность. Некоторые люди, например, очень хорошо преподают. То есть у каждого разные уровни. Но… Ну, Если вы учите, то вы должны понимать его. Если вы увидели, что он появился в определенной степени, то вы должны反复но его употреблять. Если его функциональность очень穩定, то вы должны в этом направлении его. Например, для будущего преподавателя первой ступени вам нужно обратить пристальное внимание на своих учеников. Например, если у какого-нибудь ученика слабое биополе, то вы должны его поддержать, направить, улучшить его практику, подсказать, где есть ошибки. То есть, если вы знаете эти типы способностей, тип контроля людей, то вы легко сможете овладеть инструментами, практики. Например, если вы обладаете видением внутренних органов, то, например, не нужно эту способность постоянно использовать 24 часа в сутки, то есть одного четырех раз хватит. Потому что каждая ваша способность нуждается в силе, в ее пополнении, то есть нужно беречь себя. В нашей практике все наши способности и силы поддерживаются с помощью жизненной энергии, энергии космоса. То есть, например, вы думаете, вот у этого человека такие способности, он настолько крут, а про себя вы думаете, что у меня нет. Чем больше вы будете расстраиваться, тем меньше энергии у вас остается. Сейчас мы будем изучать упражнение ДОНГУН. encouragement for Jwang Dong Wuan Qi Fa INARIMU – circunula «jungdong», Блоканость «jungdong» – деливание? Это не так. ДОНГУНρ. Как искать «jungdong»? Это не так. Блоканость «jungdong»? Комневый一直 ''jungdong», بلатишь «jango rate 5 then». Каза жжу Finished «jungdong»? Она состоит из двух подразделов частей. Первый раздел называется «набор энергии». Второй раздел называется «пропускание энергии через себя». То есть вы объединяете движение вашего тела, вашу силу намерения и дыхание. Сейчас я объясню. Расставьте ваши ноги на ширине плеч. Согните ноги слегка. Ваши руки свободно свисают, и вы делаете загребающие движения в сторону нижнего дон тяня. То есть все начинается с уровня крестца копчика, а заканчиваете вы на уровне головы. То есть первый уровень – это уровень копчика, крестец. Потом уровень поясницы, поясничных позвонков. Грудные позвонки. Уровень шеи – это четвертый уровень. Нижняя часть головы – это пятый уровень. И последний шестой уровень – это на уровне лба, то есть середина лба. Ваш позвоночник делает поступательные движения, мягкие, похожие на движения гусеницы. Такое движение. Такое движение. Хухи – это自然. Ирнет – это парень в宇宙овую глубину, китая. Ты показываешь, что каждый раз куда вы двигаетесь больше, то есть улетение. Вот ты удивленно на этом упражнении, Вы дышите свободно, но собираете энергию в тело, пропуская через себя. Сверху вниз, шаг за шагом, делайте это движение снизу вверх. Сейчас я вам покажу, раз, уровень копчика, два, нужно не беспокоиться, делайте спокойно, уровень поясницы, три, грудь, четыре, шея, пять, нижняя часть головы и шесть на уровне лба. То есть это шесть поступательных движений. То есть движения должны быть именно в этой плоскости, когда вы набираете энергию. То есть это упражнение направлено на укрепление позвоночника. Какие же полезные эффекты есть от этого упражнения? То есть можно избавиться от различных заболеваний с помощью этого упражнения в крестцовой области, поясничной, грудной, а также уровень шеи, мигрени различные. То есть там где у людей есть, например, очаг заболевания, то есть там будут более скованные движения. То есть когда вы выполняете это упражнение, то ваш канал ДУМАЙ, управляющий канал, он пополняется. То есть вы его таким образом активизируете. То есть в йоге, например, существует семь чакр, каждый из которых тоже работает и набирает энергию в них. То есть, например, при открытии малого небесного круга, на всем пути в человеческом теле существуют преграды, заставы. Но пройти эти места очень важно, чтобы в них протекала свободная энергия. То есть вы собираете и пропускаете энергию через себя, то есть в позвоночник. А вот, например, когда вы делаете движение на уровне головы верхней части, то вы активизируете работу шишковидной железы. Это один из способов открытия третьего глаза. Итак, я сейчас вам расскажу второй этап этого упражнения. Это загребание энергии и сбор энергии, накопление. Здесь такие же принципы. То есть мы используем наше сознание, дыхание и положение нашего тела, движение тела. То есть, когда вы заканчиваете на шестом уровне упражнения, вы поднимаете свои руки и встаете на носочки, направляете руки в космос. То есть с помощью сознания собираете энергию. То есть вы дышите обычно, но в то же время как бы с помощью сознания направляете внимание в точке лао гун, в центре ладони. И ими как бы вдыхаете жизненную энергию из космоса. То есть когда вы набрали энергию из космоса, вы складываете руки и задерживаете ненадолго дыхание. То есть когда вы задерживаете дыхание, нужно почувствовать точки лао гун и бай хуэй, которые находятся на макушке. На макушке. На макушке. Да, перед макушкой. В центре головы. То есть после задержки дыхания начинаем снова выдыхать, опускаем руки вниз. Используйте своё сознание и представляете, как энергия проходит через ваше тело. То есть, когда доходите до места груди, то складываем руки. То есть, доходим до среднего донтяня, и руки расправляем и опускаем. Ваш внутренний взор должен быть направлен внутрь себя, то есть вы с помощью сознания опускаете. Затем концентрируете энергию в нижнем донтяне и складываете руки. Мужчины правая рука сверху, а у женщин левая рука сверху, когда заканчиваете упражнение. Всего 6 раз. То есть, это необходимый минимум. Вы делаете 6 раз, а можно больше конечно же. В конце, вторая часть, когда мы тянем энергию сверху вниз. Про дыхание он сказал, задерживаем дыхание, потом на выходе опускаем руки. А когда идет загребание, есть какой-то предпринцип дыхания? Нет, он сказал, что нет. Дышим естественно, да. Какой эффект от выполнения упражнения? Первое, это открытие небесные врата. То есть вот эта точка. В Духу и Духу Hai. То есть в Украине, подробнее… В Украине, подробнее, подробнее. Духу и Вьёна accomнанима, Духу Гуи,amiya unda'llyi, Темнангвань, Центральт к pronouncements. Темнансквань, Центральт к 11-7-8-1-8-1-8-9-1-9-1. А также, как если дыхание унинги с hands $%&%&%&&, В даотских, буддийских и индийских практиках существует похожая философия построения духовного тела. То есть открываются небесные врата, а низ закрывается в точках Хуинь. Так как у нас голова отвечает за связь с космосом, за связь с небесными божествами. В буддизме считается, что человек после рождения рождается еще раз. Но будем ли мы подробно обсуждать открытие небесных врат? Сегодня нет, потому что это является некоторым секретом. Это упражнение помогает уравновесить свое состояние. Ух ты! Ходила на дверь! В дверь! У вас есть лагеря в философии? На дверь! Называется, у гвинтинь! У гвинтинь какое слово? Эллок в философии. А вот его, на дверь входит в философии! То есть, например, в буддизме существует конкретная практика открытия небесных фрат. Но, например, с помощью этого упражнения мы также можем открыть их. Неважно, какая религия и техника, главное, что результат один и тот же, то есть открытие небесных фрат. Третье, это упражнение помогает прочистить и активизировать канал Ренмай, функционирующий сосуд. Ренмай, он управляет плотными органами. Ренмай, он управляет плотными органами. Ренмай, это управляет плотными органами. Также, это практика помогает распределить и соединить канал Ренмай. В общем, это управляет плотными органами. Прошу Чонгмай. Т.е. помогает расчистить и активизировать канал Чонгмай. Центральный канал. Центральный канал. Центральный канал. Например, течение энергии в канале Ренмай и Чонгмай для женщин очень важно. Канал Чонгмай непосредственно связан с деторождением, вынашиванием ребенка, с детородной функцией. То есть, с помощью этого способа можно достичь таких результатов. Сейчас я сделаю это упражнение полностью. Первую и вторую часть. Прошу Чонгмай. С мамой подошли. Прошу Чонг. Продолжение следует... 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 Прикройте ваши глаза... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Три, четыре, пять, шесть. Сейчас собираем энергию, вдыхаем нашими ладошками и точками Лао Гум. Задержка дыхания, выдыхаем, складываем руки на уровне среднего донтяня. Потом опускаем руки и концентрируем энергию в нижнем донтяне. Пропускаем энергию через себя, один, два, уровень поясницы, три, уровень груди, четыре, уровень шеи, пять, уровень нижней части головы и шесть, верхняя часть головы. Собираем энергию с помощью ваших ладоней и Лао Гум. Пропускаем энергию через себя, то есть она проходит через точку Бай Хой по вашему телу. Потом складываем руки на уровне среднего донтяня и опускаем ладони вниз, концентрируем в нижнем донтяне, раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть. Собираем энергию. Задерживаем дыхание. Пропускаем через тело. Складывайте руки на уровне среднего донтяня и опускаете руки вниз на нижний донтянь, собирайте энергию, концентрируйте. Снова раз, два, три, четыре. Снова раз, два, три, четыре, пять, шесть. Набираем энергию. Задерживаем дыхание над макушкой, опускаем руки вниз, энергию, концентрируем энергию в нижнем донтяне. И снова раз, два, три, четыре. Четыре. Пять. Шесть. Собираем энергию с помощью ладоней точек Лао Гун. Пропускаем ее через макушку головы в точку Бай Хуэй. Задержка дыхания. Концентрируем энергию в нижнем Дон Тяне. И снова раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Собираем энергию. Задерживаем дыхание. Попускаем энергию через себя. Складываем руки на среднем Дон Тяне и опускаем энергию в нижний Дон Тянь. Концентрируем. Пятен. Четверт. Сейчас мы будем делать упражнение шоу гум. Сейчас перерыв 15 минут.